Российские банки продолжают планомерно снижать ставки по ипотеке. Дом РФ в частности установил ее в размере 5,3%. Эта программа предусматривает субсидирование заемщика со стороны работодателя или любого юридического лица. Ставка 5,3% действует первые три года, на остальной срок предусматривается уже 6,3%. Полученные средства можно направить на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Как говорится, в программе в ней могут принимать участие компании, желающие оказать помощь сотрудникам в улучшении жилищных условий. Компания работодатель вкладывает банку субсидии для того, чтобы ставка была снижена на 3,2 срок кредита. И в настоящий момент мы собираемся расширять сотрудничество с такими компаниями, которым будет интересно улучшить условия труда для своих сотрудников. Дальнейшему снижению ставок по ипотеке в стране способствует смягчение кредитно-денежной политики Центробанка, который вновь уменьшил ключевую ставку на этот раз до 6%. Это стало шестым снижением подряд и самым низким показателем конца 2014 года. В результате на начало года средняя ипотечная ставка в стране достигала исторического минимума 9% годовых. Впрочем, по мнению вице-премьера правительства Марата Хуснулина, это все еще слишком высоко. Он подчеркнул, что ставки нужно снижать. Без этого невозможно будет достичь целей нацпроекта по вводу жилья. Напомню, целевой показатель по нему установлен на уровне 8,7%. Впрочем, эксперты уверены, что в случае продолжения Центробанком нынешнего курса нахосмягчение, ипотеку уже в этом году можно будет брать в среднем под 8,5%. Многие крупные банки с начала этого года уже уменьшили ставки, а также анонсировали дальнейшие планы по их снижению. Очевидно, вся банковская система сейчас перестроится под новый уровень цены ресурсов. И стоит ждать снижения процентных ставок по кредитам и для физических лиц, и для промышленных предприятий. У нас основной флагманский продукт – это ипотека. Традиционно, конечно, первые изменения, которые последуют, это снижение ставок по ипотеке. Ну вот, по данным Банка России, уже за последний месяц 2019-го россияне оформили более 145 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 345 миллиардов рублей, что на четверть превысило показатели ноября. Ну и вообще, на ипотеку пришлось четверть всего декабрьского объема кредитования физлиц. В итоге представители банковской сферы прогнозируют рост числа займов и в этом году. В 2020 году объем ипотечного кредитования, мы ожидаем, может вырасти до 25% или даже несколько больше по сравнению с 2019-м годом. Ну и, конечно же, останется высокой конкуренцией на этом рынке. Конечно, по большинству параметров 2019-й год проиграл. В 2018-м, по данным Центробанка, в 2019-м объем ипотеки в России упал впервые за 4 года. Всего было выдано 1 миллион 270 тысяч кредитов, что на 14% меньше показателей 2018-го. Общий объем ипотеки составил 2 триллиона 850 миллионов рублей, что также ниже уровня 2018-го года. Тогда был побит ипотечный рекорд в 3 триллиона рублей. Однако в этом году снова ожидается рост благодаря действиям Центробанка. К тому же активно набирают обороты федеральные и региональные программы поддержки. Дальневосточная ипотека под 2%, сельская минимум под 3%, а также выплата мат-капитала при рождении первого ребенка. Редактор субтитров А.Семкин